добрый день дорогие друзья я всех приветствую на своем канале всех моих подписчиков гостей и всех тех кто просто заглянул посмотреть мое очередное видео а все те которые кто вяжет со мной платье ворожея и это видео конечно же для вас а все те кто не вяжет присоединяйтесь к нам вяжите платье будет очень очень красивая и это четвертая часть в прошлой части мы закончили на том что мы вывязали в высоту количество рядов которые соответствуют высоте нашего раппорта раппорта и значит по ширине мы вывязали и по высоте и теперь мы продолжаем вязать формируя формируя наши кокетку значит после того как мы связали соединив вот наши комбинации столбика соединились третью воздушную петлю мы должны сделать следующие делаем воздушную петлю и соединяемся под нашу первую цепочку соединительной петлей далее 3 воздушных петли подъема дальнейшем это будет наш столбик 2 воздушных петли и соединяемся под следующую цепочку 2 воздушных петли столбиком соединяемся под следующую столбиком с одним накидом 2 воздушных петли столбиком соединяемся под следующую 2 воздушных петли столбиком под следующую вот то есть мы должны соединяться только под цепочку из 2 воздушных петель сюда вот мы никак не соединяемся я на это обращаю ваше внимание то есть мы соединяемся столбиком с одним накидом под каждую цепочку из двух вас ждут воздушных петель и между ними между этими столбиками делаем 2 воздушных петли таким образом мы вяжем до конца ряда довязали до конца ряда нашли третью воздушную петельку подъема соединились в нее соединительной петлей и вновь вяжем 3 воздушных петли подъема затем делаем накид и вытягиваем петелечку и провязываем столбик с одним накидом под нашу цепочку еще один столбик провязываем под нашу цепочку то есть мы провязали здесь 3 воздушных петли и два столбика под цепочку далее столбик мы провязываем вершинку столбика здесь у нас столбики с одним накидом пока под следующую цепочку тоже провязываем 2 столбика с одним накидом и опять вершинку столбика один столбик и таким вот образом мы провязываем до конца ряда то есть это очень простой ряд по цепочку два столбика вершинку 1 по цепочку два столбика вершинку 1 вяжем до конца ряда и так довязали до конца этого ряда и опять находим третью петлю подъема и соединяемся этот ряд вам нужно будет самостоятельно отрегулировать почему потому что возможно у вас получится точно так как у меня а возможно немного по-другому потому что у каждого свои расчеты что вам нужно будет отрегулировать обратите внимание на этот ряд потому что чтобы потом не сдавали дополнительные вопросы вы конечно можете задавать но вы можете сделать самостоятельно вот этот ряд провязать и в дальнейшем как бы у вас уже не возникнет никаких вопросов сейчас мы как всегда делаем вначале 3 петли подъема вернее вначале нужно вам одну воздушную петлю сделать а потом еще 3 петли подъема вот здесь в основании мы пропускаем два столбика и 3 вступаем и провязываем столбик без накида 1 и сюда же провязываем еще один теперь 123 пропускаем три столбика 123 и вступаем вершинку следующего провязываем столбик без накида и в следующий тоже столбик без накида 123 здесь тоже мы пропускаем в основании три столбика затем вершинку мы провязываем один столбик без накида и сюда же еще один вот таким образом вам нужно провязать до конца ряда но возможно у вас здесь конца ряда не совпадет значит по столбиком не совпадет то есть у вас возможно останется три столбика а возможно 2 если остается 2 вяжите не обращайте внимание если остается 3 это значит хорошо я сейчас тоже довяжу до конца ряда и покажу как получилось у меня потому что у меня тоже идут расчеты не по схеме которая у нас дана которую я скачала с интернета и кстати хочу сказать что вот схему которую я скачала с интернета я вязала именно так как в схеме было показано и у меня там тоже возникли проблемы и я тоже переделывала эту на свой лад скажем под себя ту же схемку вот еще что хотела сказать вот смотрите здесь у нас в один столбик 2 вершинку одного столбика 2 столбика а здесь вершинку по одному то есть сюда один и сюда столбик тоже не имеет значения как вы это сделаете важно чтобы у вас совпал следующий ряд по рапорту поэтому вот вот эти два ряда у нас они как бы идут основные на основании этих рядов пойдет наше дальнейшее вязание и я еще раз говорю что обращаю ваше особое внимание вот я сейчас два раза распустила для того чтобы понять как мне здесь провязать поэтому вы тоже не ленитесь и распустите не так как бы здесь очень много вязания но мы же должны вязать как положено поэтому в любом случае нам нужно методом подбора сделать так чтобы у нас было все как положено вот смотрите моем случае я сейчас довязала до конца ряда и если я сделаю через три петли то мне получится что один столбик лишний я делаю по-другому я беру и вот в эту пропускаю через две вступаю и провязываю два столбика в одну петельку далее 5123 сюда я беру тоже провязываю два столбика в одну петелечку и соединяюсь сразу же в эту же петлю в первую петлю подъема вот что у меня получается а дальше вы продолжаете вязать тем же рисунком как вязали то есть делаете три петли подъема то есть мы уже это все проходили я не буду вам рассказывать как это делается почему потому что уже и когда мы вязали образец этот узор проходили и вот здесь мы его связали поэтому если вы подзабыли как вяжется вы вернитесь найдите то видео где мы с вами вязали и провяжите и значит смотрите если у вас допустим не совпало по рисунку то есть у вас же должно вот совпадать идти три столбика с одним накидом потом в следующую под следующую арочку у вас должно идти столбик без накида 2 воздушных петли столбик без накида когда вы подойдете концу ряда у вас должно быть вот в этой арочки столбик без накида 2 воздушных петли и столбик без накида и потом три воздушных петли и вы должны соединиться если у вас не произошло этого значит вы должны где-то либо добавить одну арочку опять распустить и либо добавить одну арочку либо наоборот убрать одну арочку и тогда у вас все совпадет по рисунку я надеюсь что вы поняли если вы не поняли еще раз прокрутите на то место где я вам объясняю вот это и еще раз внимательно прослушайте но все давайте провяжем до конца ряда и посмотрим совпадет ли у меня и так смотрите у меня все получается правильно то есть рисунок у меня совпал и у меня получится как положено рапорта провязываю 3 воздушных петли и вступаю в третью петлю подъема то есть все видите у меня все абсолютно рапорта сошлись и теперь мы продолжаем вязать как мы вязали уже в предыдущих рядах рисунок у нас повторяется поэтому я объяснять вам не буду то есть вы сейчас после того как вот связали вначале вывязываете с первой два столбика с первого столбика столбик 2 столбика и пошли вязать дальше то есть потом вы вывязываете вот эти 3 5 воздушных петель и 3 затем вы вывязываете одну воздушную петлю столбик одну воздушную петлю столбик затем вывязываете и вот следующий ряд это у нас будет завершающий ряд по высоте рапорта и мы встретимся с вами вы провяжете вот в каждый столбик под каждую цепочку столбик без накида 2 воздушных петли столбик без накида 2 воздушных петли в этом ряду в следующем ряду вы провяжете 3 воздушных петли под каждую цепочку две столбика и и каждый столбик по столбику и встретимся уже в следующем ряду и я расскажу как вам дальше вязать то есть здесь я нового ничего уже вам не скажу еще раз повторюсь если вы забыли вот этот рисунок как мы с вами до этого вязали вернитесь предыдущие видео и вяжите с самого начала вот с этого места то есть вот с этого места вы идет абсолютно одинаковое повторение ну вот да я наверное вам покажу мне тут задали вопрос вяжу ли я с бордового или нет да я вяжу вот провязала уже здесь вот дошла до того места где я сейчас вам сказала куда вы должны довязать вот получается у меня такая кокетка видите это для тех кто интересуется вяжу ли или не вижу и для тех кто хочет посмотреть как получается вот из этой пряжи мне лично очень нравится вы знаете настолько красиво ложится рисунок и смотрится прямо вот нежнейший но уже давным давно известно что чем тоньше ниточка тем красивее и ажуренее смотрится рисунок наш поэтому вы для себя поэтому вы для себя определите хотите вы с толстой нитки вязать и связать быстрее или хотите побольше или хотите побольше затратить времени и связать вот такую красоту то симпатичнее я даже могу допустим сопоставить этот рисунок и этот вот обратите внимание так это по моему изнанка вот вы для себя можете как бы сделать выводы какой из рисунков симпатичнее смотрится но на этом мое видео заканчивается вяжите вот до того места до которого я вам сказала и встретимся в следующем видео и я вам расскажу что мы будем вязать дальше а сейчас я с вами прощаюсь подписывайтесь на мой канал кто еще не подписался ставьте пальчики вверх делитесь со своими друзьями до новых встреч до новых видео до если возникает все таки какие то вопросы пишите в комментариях но у меня к вам просьба прежде чем писать посмотрите нет ли объяснение моего уже в комментариях на этот ваш вопрос потому что вопросы повторяются и уже я писала и приходится писать по второму кругу либо говорить что обратите внимание на комментарии будьте внимательны и к себе и ко мне до новых встреч до новых видео с вами была ирина